Всем привет, ребята! Вы на канале Иришка Мими. И сегодня я поделюсь с вами впечатлениями об острове Пукете. Понравилось нам тут или нет? Мы тут уже примерно неделю, даже не примерно, а неделя и один день. И что я могу сказать? Остров очень большой, очень большой остров по сравнению с островом Самуи. Это просто Самуи. Можно за час объездить вокруг весь остров на байке, на машине. То тут просто мы ехали от аэропорта до этого отеля час там 10. Это только вот, ну можно сказать, одна сторона части острова. Вот. А он, ну как бы, огромный. И это нам не очень нравится, потому что если мы... Вот мы арендовали байк и большие расстояния, то есть куда-то поехать, это где-то 30-40 минут занимает. Плюс, если какие-то пробочки, где-то что-то, то это, конечно, минус. То есть, что еще могу сказать? Мы арендовали байк, когда приехали на следующий день. И мы такие рады, вау, покатаемся на байке. Но не тут-то было. Здесь, в местах круговых движениях и вообще, куда надо там вам поехать на туристические места, там что-то посмотреть, там рынки какие-то рыбные, что-то еще куда-то. Или хотите поехать в центр Пхукета, где торговый центр. Короче, когда вы едете по дороге, стоят копы. Ну, я не знаю, как они часто стоят, потому что мы вот за неделю попали два раза. И два раза нас штрафанули. Первый раз нас штрафанули буквально на следующий день, как мы сели-поехали. И был штраф 1000 бат. Я, по-моему, уже говорила это в каком-то видео в предыдущем. И что? И мы сфоткались с копом. Мы попросили гарантию, вот сколько дней вы даете нам со штрафом. Пять дней он сказал, гарантия какая он, мы с ним сфоткались. Вот, и как бы это гарантия. Пять дней не прошло. Нас опять штрафанули уже в другом месте остановили. Андрей показал фотографию. И другой коп сказал, не-не-не, либо права показывай, либо платите штраф. Мы уже в официальный офис пошли. Но я думала, там будет дешевле, потому что я до этого читала статьи, смотрела, что когда официально идешь в офис, ну там плачешь и дают тебе бумажку, то там 400 бат без прав, когда вы ездите. Но здесь оказалось опять 1000 бат и 1000 бат на один день. То есть вот мы сегодня как бы наши штрафуют, оплатили этот штраф и все, сегодня один день. Мы посчитали, что для нас дорого, мы лучше будем платить, например, если нам надо куда-то выехать, либо такси, либо тук-тук. Но мы для себя тут нашли классную тему. Это автобусы или местные тук-туки. Вот вчера мы ездили тоже до торгового центра в ту сторону. Мы дошли до остановки, где в определенное время, там каждые полчаса, ходила мини-автобус тук-тук такой. 40 бат с человека. То есть мы доехали в одну сторону за 80 бат. Это примерно где-то, наверное, рублей 200 рублей за двоих. Ехали мы час до центра, считай. Обратно мы не успели просто там, они, видать, до 6 вечера ходили, эти тук-туки. Мы не успели, и нам пришлось на такси за 600 бат ехать. Чувствуете разницу? Такси 600 бат, тук-тук 80 бат. Сегодня мы ехали на автобусе тоже до другого места, до Биг-Си. Тут где-то полчаса езды. Мы заплатили, это был уже больше автобус такой, тоже для туристов, для местных, кто ездит. И мы заплатили по 100 бат с человеком. Представляете, мы 200 бат заплатили, а не, там, например, если бы это был тук-тук или такси, мы бы также 500 бат заплатили, 400 или выше. И обратно мы доехали тоже на автобусе. Вот, так что можно вот так немножко чиповать. Если нам надо куда-то там выбраться в город, это вообще не проблема. Если бы нам надо доехать до пляжа, мне кажется, автобусы тоже останавливаются. Они в таких точках останавливаются, где там до пляжа, ты езжаешь, они просто проезжают остров, да, и здесь тебе надо остановиться около какого-то пляжа. Ты останавливаешься и выходишь на остановочки, это вообще не проблема. Вот. Что еще нам тут не нравится? Я что-то уже забыла, что нам тут не нравится. Что очень, ну, лично мне не нравится. Очень-очень туристический остров и ценник, ну, понятное дело, завышен. Потому что туристов вообще очень много. И мне казалось, что сейчас не сезон. Сейчас будет уже скоро, ну, уже по идее начинается сезон рождей на Пакете постепенно. И я думала, людей будет меньше. Но их все равно много. Вот. Я не знаю, когда тут людей мало. Тут и европейцы, и французы, и китайцы, и русских. Русских вообще тоже много. Что еще нам тут не нравится? Ценник завышен. Очень много туристов реально. Это тоже как бы, если вы не любите там много туристические места, то их очень тут полно. Что еще? Андрей, что еще? Андрей тут. Да, в принципе, нормально. Если тебе плохое или хорошее. Все, надо. Что еще? Вот по шопингу. Сравнивать с Бангкоком, конечно, это неправильно. Потому что мы когда были в Бангкоке, там вообще Бангкок это столица шопинга, мне кажется. Блин, ветер. И там и Централ Фестиваль, и какие-то другие торговые центры шестиэтажные. Ну, там вообще очень много шопинга. Тут мы приехали в Центр Фестиваль Пукета, и я походила, и мне вообще ничего не понравилось. Ну, и дорого. Мы как бы, ну, там купили какие-то. Андрей купил себе гавайскую рубашку. Там я вот себе кроксы купила, тут прикольные шорты там. Ну, вот мы старались шопиться именно по тайским каким-то прилавочкам, не каким-то супермажорным магазинам. Но я зашла в Чентем, я думала, я куплю себе свои носочки, что я хотела купить, потому что уже у нас в России Чентемы нет. Мне там носки нравятся. Но не оказалось тех, которые я хотела, высокие такие на зиму. По тому, что по шмоткам мне вообще ничего не понравилось. Зару зашла, мне тоже ничего не понравилось. Я не знаю, либо у меня вкус поменялся со временем, либо, ну, ничего интересного нет в магазинах. Но я как бы конкретно ни за чем-то и не шла. Если вот, единственное, только за носками в Чентем, но их тоже не оказалось. Андрей в очки себе там две вещи купил, футболку, шорты. Вот, я вот купила себе из бренда в... Это кроксы, ботиночки. Все, остальное, что мы какие-то шмоточки покупали, это чисто тай-стайл, какие-то там барахолки тайские. По 100 бат, по 250 бат, по 300 бат. Это все. Ну, мы немного на шоппинг вообще тут потратились. Вот, по шоппингу для меня тут оказалось скучновато, маловато. Но это опять же, я не выбиралась где-то на ночные рынки. Они по воскресеньям. Я тут вычитала, мы поедем в воскресенье на ночной какой-то рынок. Там и еда будет, и пошопиться можно будет. Я там еще что-нибудь посмотрю. Может, какие-то футболочки, по 100 бат маечки, как я планировала куплю, конечно. Но пока что этого я вот именно на туристической части, вот где мы живем, на нашем пляже, тут такого я не увидела. Массаж. Это плюс. Массаж, конечно, плюс. Но и то, мы сходили уже в три разные массажки. Прям идеально, пока мне никто не сделал. Всегда мне слабо делать. Я люблю, чтобы посильнее. Вы скажете, а ты скажи. Андрей попросил у одной, ну, когда мы зашли в одну массажку, чтобы мне посильнее мяли. А она на это ответила. Если хотите посильнее, берите таймассаж. Вот и все. Что еще? Что классного? Мне нравится здесь бассейны. Мы тут чаще в бассейне загораем, купаемся, чем на море. На море очень, ну, это не самые большие волны, но волны. Я не очень люблю волны. Я боюсь всяких тварей в воде. А когда волны, то непонятно, кто там в воде. Не видно, потому что, когда водичка ровная, ты смотришь, что, ага, чистое в море, песочек прозрачно. А когда волны, там все такое мутное. Тебе еще волна вот это несет. Я один раз ударилась, когда купалась. Ну, это, конечно, уже пидирки, согласно с вами. Вредина Ирина тут. Море теплое, хорошее, классное. В этом плане нет никаких проблем. Все good. Басики класс. Что насчет отеля нашего, кстати. Мы тут уже неделю. И я заметила, что вот всю еду, которую подают, там рис, лапшу, все там дается без мяса. То есть она с овощами какими-то, но без мяса. Ни курицы, ни морепродуктов, ничего не дается в нашем отеле. Про отель я рассказала в предыдущем. И обзор показала видео. Зайдите посмотреть, если не видели. Вот. Пум-пум-пум-пум. Вот такая вот история. Про фрукты тоже на завтрак. Ветер. Сегодня достаточно ветрено, кстати. Дождь вчера застали, пока ехали в Тук-Туке. Вообще, ну, мы лично не застали. Мы сидели в Туке. Чуть-чуть покапал. А так вообще до этого ни одного дня дождливого лично на нашем участке не попадалось. Что еще про фрукты хотела сказать? Про фрукты хотела сказать то, что как-то скучновато дают. Вот, например, дают постоянно стабильно арбуз, но он не очень спелый. Но, наверное, сейчас не сезон, я не знаю. И меняется это гуава. Гуава-гуава. А что, дыня может быть? Дыня тоже такая невкусная какая-то. И один раз папаю давали вот за неделю. Все. Один фрукт постоянно меняется, а один арбуз стабильный. Но не давали ни разу вот за неделю ни ананас не дали, ни банан. Я уже молчу про манго. Манго, может, дорогой продукт, и они не дают. Но ананас, алло, ананасик такой сладкий. Он тут на каждом шагу у них растет. Ананас, что жалко ананас на завтрак дать? Не знаю, для меня это, конечно, странновато. Вот мы были в другом отеле в Паттайе, когда, ну, с ребятами там отдыхали. Там вот ананас стабильно был. Просто вот здесь такие классные, вкусные, спелые ананасы. Прям вау, они тают во рту. Не кислые вообще и не дают у нас. Для меня это, конечно, шок. Я не знаю, почему. Вот про то, что про еду хотела сказать. И она стабильно повторяется каждый день. Одно и то же почти. Просто приходите, там, рис. Рис обычный, белый, если вам надо. Рис с овощами. Лапша с овощами. Лапша меняется либо Паттай, либо Паттю широкая лапша. Либо просто тоненькая какая-то, ну, как спагетти лапша. Просто с овощами смешанная, там, соевый соус, я не знаю. Все. Из мяса дают только, как ее, ветчина, но она невкусная. Сосиски тоже невкусные. Какие-то соевые, наверное, все. Яйца делают омлет и вот скрамблсы с желтком. Все. Так что вообще мясо не дают странно. Мне казалось, ну, в Паттай нам что-то давали. Но я уже не помню, честно говоря. Короче, я немножко такая, знаете, сравниваю, сравниваю. И поэтому как-то для меня странно, что курицу сложно положить. Это же недорого курица. Мне кажется, у них, ну, недорогой продукт. Или там, например, креветочки. Ну, это же, ну, отель такой крутой, большой. Посмотрите, какой в предыдущем видео. Классно это ли вам что? Сложно морепродукты? Получите, я не говорю про каждый день. Хотя бы раз в неделю, да, побаловать туристов. Не знаю. Смотрите сами. Насчет байка дополню. Я забыла вам сказать, что мы вот покатались где-то пять дней. Нас два раза штрафанули. Мы так посчитали, подумали, что для нас это невыгодно. И мы сдали его обратно. Мы арендовали его на месяц, но сдали. Нам денежку вернули, все окей. Просто невыгодно. Мы решили ездить и кататься так. Если нам надо будет доехать до какого-то определенного местного, либо на автобусах местных, либо на такси, тук-туке. Вот так вот. Если у вас есть права, арендуйте байк. И умеете кататься, не боитесь. Если нет прав, уже подумайте. Потому что тут полиция так зарабатывает, я считаю. На этом я заканчиваю свое видео. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.